Это кадры церемонии погребения принцессы Дианы. Пукингемский дворец оцепила многотысячная толпа поклонников Леди Ди. Вместе со всеми скорбела даже королева Елизавета, которая, как известно, недолюбливала строптивую невестку. Хоронили погибшую в аварии принцессу тоже в закрытом гробу. Эту женщину журналисты сфотографировали на свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Сходство таинственной незнакомки с покойной Леди Ди действительно поразительное. Можно предположить, что она жива, а вот все, что произошло с ней, это была такая инсценировка, которая позволила бы ей спокойно провести остаток жизни уже не под прицелом телекамер. Этого человека зовут Тревор Рис Джонс. Он бывший телохранитель Доди Альфаэда и Леди Дианы. И единственный официально выживший в аварии в парижском туннеле Альма. В автокатастрофе Секьюрити получил травму головы, потерял память и повредился рассудком. Это интервью журналисты пытались записать спустя несколько лет после смерти Дианы. Услышав вопрос об аварии, Тревор повел себя неадекватно. Что так напугало профессионального охранника и бывшего сотрудника спецслужб? Эти фотографии сделаны на месте предполагаемой гибели принцессы. Считается, что автомобиль, в котором находилась Диана с любовником Доди Альфаэдом, уходя от папарацци, врезался в колонну на скорости 90 км в час. Водитель Поль Анри и Доди Альфаэд погибли на месте. Диану в критическом состоянии успели доставить в больницу, где она и скончалась. Официально верить, ее хранили в закрытом гробу. То, что удар был силен и лицо деформировано было. Но недавно выяснилось, что это ложь. Спустя 18 лет французский спасатель Ксавье Гурмилон, который одним из первых прибыл на место катастрофы, признался, что лицо Дианы не было изуродовано в аварии. Когда я к ней подошел, я увидел, что это была блондинка, сидящая на полу. Она пришла в себя, посмотрела на меня и сказала, «О, Боже, что случилось?» Мы вытащили ее из машины, положили ее на носилки. И тогда врач сказал, что у нее остановилось сердце. Мы сделали ей сердечно-легочную реанимацию. Через 20 минут она пришла в сознание. И мы перенесли ее в машину скорой помощи. По словам спасателя, несмотря на ушибы, сильный шок и временную остановку сердца, состояние Дианы удалось стабилизировать. Ее увезли живой в госпиталь. Делали два часа операции. Потом заявили, что она умерла. Она скончалась. Но за эти два часа она могла придумать эту версию. Вот так выглядела бы принцесса Диана в 57, если бы не погибла в аварии. То есть прическа ее не изменилась, просто появилась возрастная одухотворенность и, соответственно, очки, какие бы она могла носить на сегодняшний день. Удивительно, но компьютерная модель, по мнению экспертов, очень похожа на даму, которую папарацци сфотографировали на свадьбе принца Уильяма. А что, если самая известная женщина в мире вдруг поняла, что жить такой жизнью просто невозможно? Вдруг она решила оставить прежнюю жизнь и начать все заново? Английская писательница Моника Али подарила надежду миллионам обожателей принцессы Дианы. В нашумевшем романе «Нерассказанная история» она предположила, что леди Ди инсценировала смерть и теперь ведет размеренную жизнь домохозяйки в американской глубинке. В доказательство писательница приводит убедительные факты. У принцессы действительно были все причины исчезнуть. По одной из версий, Диана опасалась за свою жизнь, потому что ждала ребенка от Доди Альфаеда. Королева Англии не могла это простить. Это было позорным шагом. Это пятно такое позорное ложилось на всю королевскую семью. Позорное то, что она изменила Чарльзу. Позорное пятно то, что она может родить детей от мусульманин. Или причина в другом. Незадолго до аварии Диана отдала своему дворецкому Полу Барреллу письмо, в котором сообщала, что супруг Чарльз планирует устроить ей несчастный случай, повредив в машине тормоза. Любопытно, что перед этим принцесса угрожала обнародовать компромат на мужа, разоблачив связи принца с любовницей Камилой Паркер-Боллс. Она вышла замуж, будучи 19-летней невинной девочкой. От нее ждали, что она все истерпит и обязательно смолчит. Она не стала мириться с чопранными королевскими устоями и изменами супруга. Она открыта, о ней говорила. Поразительно. Но перед роковой поездкой Диане действительно заменили автомобиль. А как утверждали очевидцы, перед самой аварией тоннель озарила яркая вспышка, словно встречная машина намеренно ослепила водителя Дианы дальним светом. Не это ли шокировало Тревора Рис Джонса? По словам экспертов, подобным приемом пользуются спецслужбы, чтобы спровоцировать аварию. Спецслужбы могли однозначно быть к этому причастны. Причем, видите, очень интересно, когда произошла вот эта катастрофа в туннеле, стали ведь разбираться. Первое, что поразило, были отключены все видеокамеры. Это вообще был шок. Как так? Ни одна видеокамера не работала. Любопытно, что по британским и американским законам, гражданину, которому грозит покушение, официально разрешено инсценировать свою смерть. И, как утверждают эксперты, имитировать гибель не так уж трудно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова